здравствуйте сегодня в четверг в первый полноценный рабочий день на этой рождественской предновогодней неделе мы вероятнее всего будем наблюдать заметную активность участников рынка ну во-первых это связано с тем что опять же значительное количество рыночных игроков ушло на зимние каникулы и поэтому любые ну возможно не очень значительные объемы будут способны двигать те или иные активы как вверх так и вниз но как будут развиваться события мы конечно сегодня увидим но вчера американцы первый раз на этой неделе работали полную торговую сессию и все это вылилось в заметный рост оптимизма и довольно таки сильный спрос на рискованные активы вчера вырос американский рынок акции подтянули сверх цены на сырую нефть и доходности американских гособлигаций заметно выросли можно говорить о том что с одной стороны либо рынке считает что все коррекция закончилась и много оснований и появилось много оснований для того чтобы уже начинать покупать рискованные активы первую очередь конечно же акции компании с другой стороны вероятно опять стали рынком отыгрываться возможный возможный позитивный результат новых очередных переговоров между китайцами и американцами которые начнутся в январе ну также можно верить о том что вероятно призыв американского президента в этот вторник был услышан рынками а он призывал их покупать подешевевший как он считает акции американские компании в общем много причин для этого также неплохие данные по продажам в предновогоднюю предрождественскую неделю в общем мы видим что рынок вчера нашел много причин для того чтобы вырасти и эта волна оптимизма уже сегодня в общем то как нам представляется может быть закончена сейчас на момент записи нашего обзора перед открытием торгов в европе фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне также заметно снижаются цены на сырую нефть но опять же как я уже сказал вначале в начале нашего обзора посмотрим как будут развиваться события пока сказать сложно но по большому счету на мой взгляд пока сейчас у рынков нет каких-то веских причин для того чтобы разворачиваться вверх все-таки ожидание торможение роста мировой экономики неразрешенность торговой войны между китайцами американцами а также продолжение обещания продолжения фрс и далее повышать процентные ставки а также что немаловажно о чем сейчас не так часто говорят это опять же продолжение снижения баланса американским центральным банкам в общем много факторов существует для того чтобы они могли сегодня развернуть рынки вниз что касается ситуации на валютном рынке тот доллар вчера получил заметную поддержку противоосновных валют за исключением канадского доллара который прибавил ну на волне сильнейшего роста цен на сырую нефть исходя из той картины которая сейчас формируется на рынках и нашего взгляда на вероятное развитие событий я хочу предложить вам две торговые идеи а я буду говорить о двух валютных парах американский доллар японская иена и американский доллар канадский доллар и так как мне представляется пара американский доллар канадский доллар может сегодня возобновить понижательную динамику опять же если усилится негативное настроение на рынках преодоление пары уровня 110.85 иен за один доллар может привести к ее снижению к уровню 109.75 иен за тот же самый американский доллар что касается ситуации вокруг второй валютной пары доллар американский доллар канадский доллар то как мне представляется пара сумела удержаться выше уровня 1.3565 она консолидируется в узком диапазоне 1.3565 1.3610 если цены на сырую нефть пойдут вниз и и общее позитивное настроение затихнут можно ожидать возобновление роста пары к отметке 1.3700 ну что ж вот такая картина сегодня формируется перед открытием торгов в европе мы продолжаем следить за ситуацией на мировых финансовых рынках а с вами был я сергей костенко желаю вам удачи и до новых встреч и и и и и и